Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Бизнес и банки». С вами в студии ее ведущий Василий Богданов. Это я, Елена Брумарова. А у нас в гостях вице-президент и руководитель блока информационных технологий Оксана Смирнова-Крель, Банк Москвы. Оксана Смирнова-Крель, вице-президент, руководитель блока информационных технологий Банка Москвы. Родилась в столице в 1972 году. Закончила Московский государственный университет путей сообщения, имея степень MBA Британского открытого университета. Начала карьеру в банковской сфере в 2000 году в ЗАО «Коммерсбанк Евразия», где прошла путь от специалиста до замначальника отдела. Занимала руководящие должности в банке ЗАО «Свенская Хандельсбанкен» и ОАО «Светбанк». В 2010 году перешла в ОАО «Банк Москвы», курирует деятельность блока информационных технологий и центра развития банковских услуг, центра управления проектами и процессингового центра. Тема нашей передачи – это использование информационных технологий в двух аспектах. Первый – это внутренний, второй – внешний. В чем суть? На сегодняшний день банкам есть такое мнение, что все сложнее увеличивать свою маржинальность за счет увеличения цены. То есть за счет увеличения ставки по кредиту, за счет снижения ставки по депозиту. Но трудно, примерно у всех одинаковые условия, трудно конкурировать. И остается такой аспект, как снижение издержек. За счет этого можно повышать рентабельность операций, рентабельность бизнеса. Вот как в этом плане, в чем здесь работают информационные технологии, как они должны работать, что там недоработано и прочее. А второй аспект – как с помощью информационных технологий построить коммуникации с потребителем, выстроить с ним отношения, создать продукты, зная, кто эти потребители. Вот с чего начнем. Давайте, наверное, с внутренних. Давайте начнем с внутренних. Итак. Итак, если говорить о внутренних, то прежде всего, если говорить о снижении издержек, то фактически это уход в банк, в комиссионные продукты и оптимизация технологии работы с своим клиентами. Вот о чем мы прежде всего должны говорить. А что это такое уход в комиссионные продукты? Если смотреть на сегодняшний, собственно, срез банковского рынка, да, конечно, есть типичные банковские продукты, прежде всего, это кредитование. Да, кредит, депозит, да. Но если посмотреть то, как развивается тот же розничный рынок, это огромное количество платежей и переводов, те, которым перерастает сегодняшний рынок. Если быть честными, то, в принципе, банки достаточно сильно проиграли на сегодняшний момент рынок наличных платежей в пользу операторов и других видов услуг, сетян, в принципе, терминальным. Оксана, вот давайте я сейчас, слушайте, сейчас я здесь вам скажу большое спасибо, потому что вы первый банкир на нашей передаче, который признает, что такая проблема существует. Потому что я у некоторых председателей правления спрашиваю, они говорят, да нет, да это вообще, да кто это такие, да это какие-то киви, там, какие-то телефонные операторы, это микроплатежи, там. Они нам не интересуют. Да, это не классический банкинг, классический банкинг это вот мы, там, да, я говорю, ребят, ну там же миллиарды, и люди-то приучаются пользоваться другими инструментами, не банковскими. Безусловно, безусловно, я абсолютно права, и я, собственно, выступаю где-то в мае месяце на телеконференции «Связь-2011», я, собственно, говорила уже об этой проблеме. То есть, в принципе, сейчас сложилась ситуация, что рынок платежей, в принципе, наличных платежей сильно оказался поделен именно частными компаниями, ввиду того, что банки в определенный момент времени, благодаря своей консервативности и в связи с консервативностью, в том числе и платежных систем, оказались неготовыми составить надежную конкуренцию, собственно, тому предложению, которое быстро делали из терминальной сети своим клиентам. В результате рынок наличных платежей сложился, и он, собственно, занят отнюдь не банками. Тем не менее, если анализировать сегодняшний рынок и желание центральных банков все-таки увести всех в безналичный денежный оборот, вновь... И русло подконтрольное все-таки банковской системой. Абсолютно правильно, потому что наличный оборот, мы сами понимаем, это то, что не может контролироваться достаточной степени центральным банком. Центральный банк хочет уменьшить количество оборот наличных на рынке, сделать прозрачным денежным потоки, и поэтому речь идет о том, чтобы создавать систему без наличных денежных переводов. Ну, кстати, вот один из факторов тоже... Вот почему количество банков сокращается? Ну, есть масса причин, но в том числе одна из них, что, конечно, на центробанку проще управлять несколькими сотнями банков, чем несколькими тысячами. А здесь-то, в случае микроплатежей, там вообще десятки тысяч, сотни тысяч, там, может быть, один предприниматель поставил несколько терминалов, как там, что происходит, что с ним случится, куда он может деться, как его искать? Абсолютно правильно. Если смотреть новые законы о новой платежной системе, эти нормативные акты, которые выпустил центральный банк, они нацелены на то, чтобы между получателем платежей и плательщиком всегда вставал банк. Как гарант, как вот этот звено. Абсолютно правильно. И таким банкам, в принципе, мелкому банку зачастую станет быть очень тяжело. Связано это с недостатком технологий, с требованиями инвестиций в информационные технологии достаточно большие. Ну, кстати, это весьма дорогостоящее удовольствие. Абсолютно правильно. Это же миллионы долларов. Это миллионы долларов, которые, собственно, требуются на начальном этапе инвестиций. Преимуществом, допустим, крупных банков, как правило, они уже проинвестировались в какие-то похожие системы. Допустим, если брать Банк Москвы, это пятое по величине банк в стране, с одним из старейших процессинговых центров, которые существуют на сегодняшний момент времени, и банк, который обслуживает достаточно крупную систему, это всем известны жилищно-коммунальные услуги, все знают, что такое единоплатежный документ. То есть мы научились на этом проводить операции, да? Данная система, ее обслуживает полностью, много лет уже Банк Москвы. Вот этим распределением микро-микроплатежей, это в свое время, вы помните, были до 1000 рублей платежи совсем мелкие. Да, несколько сотен, да. Между конечными получателями, это крупные получатели-поставщики, там, электроэнергии, это теплоснабжение и так далее, все те, кто обеспечит нашу квартиру коммунальными удобствами, мы распределяем эти микроплатежи, собирая их в объемные, между крупными поставщиками. То есть у крупного банка существует уже технология работы с микроплатежами. Да, я понимаю, к чему вы ведете по поводу комиссионных услуг. То есть банк небольшой, да, он как бы работает с клиентами, но фактически является, ну, как бы таким, ну, скажем так, фронт-офисом, да, более крупного банка. Фронт-офисом или агентом, как правило, более крупного банка. Сбор тех же жилищно-коммунальных платежей, где бы вы их ни платили по Москве, фактически это все агентская сеть Банка Москвы на сегодняшний момент времени. Хотя по такой же идеологии строится и система Киви, если на нее посмотреть. Своих терминалов у нее практически нету, в основном это агентская сеть. Но мы возвращаемся к пути жалку. Но они процессинг делают? Ну, они делают процессинг. И, собственно, что сделал Киви, когда вопрос стал о терминальных сетях, необходимости сотрудничать с банком, был создан банк, да, сегодняшний СМП, это, в принципе, содружество двух банков. Эликснет, это Москлиринг-центр, и фактически Эликснет, который предоставляет свои расчеты. Но мы идем дальше, если говорить банковские услуги, современные банковские услуги. Что важно? Да, это платежи, это переводы денежные, это сегодняшние переводы между картами, и в этом возникает вопрос. Это гибкие средства для клиентов управления своими денежными счетами, средствами переброски денег между картами. И все это, как правило, нужно делать без участия людей, потому что как раз и сдержки возникают в тот момент, когда сотрудник в настоящем, живой сотрудник, да еще работающий посменно, значит, на рабочем месте уже два сотрудника, да, да еще вот это вот рабочее место полностью оборудованное, территория, которую он заменяет. Вот это деньги, да. И вот здесь вот вопрос, как с помощью информационных технологий как можно больше исключить затраты на персонал, сделать это все виртуальным, интернетным, терминальным и прочее, прочее, да? То есть фактически перейти в сферу обслуживания современной мобильной электронной коммерции с одной стороны, чтобы сделать через различные каналы, доступные различные сервисы, платежные для клиентов, и предоставить им удаленный доступ для управления своим счетами. Плюс использовать современные технологии в точках обслуживания клиентов. Банк Москвы, собственно, принял, когда именно это направление с точки зрения оптимизации своих затрат на обслуживания клиентов, в феврале мы этого года открыли свое инновационное отделение на Тверской 8, где, собственно... Кстати, я про него слышал, но не заходил ни разу. Стоит посетить. Там говорят какие-то эти пневмопочты, там какие-то ящики денежные, которые сами купюры, там что-то делают, да? Ну, да. Это как раз к нашей теме обсуждения. Там до закрытия работало 42 человека. В отделение практически невозможно было попасть, стояли огромные очереди с людьми, которые платили за коммунальность. 42 человека всего или вот операционисты? 42 человека обслуживало данное отделение. Сейчас штат отделения составляет 26 человек. Очереди 5-6 человек максимально. То, что вы увидите в отделении. За счет чего? Поставили электронный рециркуляционный кассир. Операционист, машина, которая умеет принимать и выдавать одновременно наличные. В результате, собственно, операционист, который мог раньше только продавать банковские продукты, теперь может и быстро обслужить операции с наличными. То есть мы увеличим количество операций, которое совершается в одном месте. Раньше мне давали жетончик. С жетончиком я шел в кассу. Там сидел кассир. Это единица, штатная единица. И я совершал какие-то походы. Тут небольшая очередь, тут небольшая очередь. Плюс банк тратился на создание кассового узла, броня и так далее, с толстым стеклом, что в принципе дополнительные затраты для банка и открытия нового отделения. Здесь ты ставишь машину, которая, собственно, окупает себя за год за счет зарплаты двух сотрудников. Фактически банк оптимизирует своим таким образом расходы. Дальше что мы делаем? Мы оборудуем зону самообслуживания для клиентов. Клиент попадает, авторизуясь по карте, в свой личный кабинет и получает доступ ко всем своим продуктам. Нет, вы подходите к банкомату или терминалу банка, авторизовались по карте, попали в личный кабинет. И видите весь средство своих продуктов. Это ваши текущие счета, это ваши карты, это ваши депозиты, это ваши кредитные продукты, кредитные карты. То есть, правильно я понимаю, это дополнительный вход? Помимо интернета, это еще можно прийти в банк? Нет, это прямо в терминале, прямо в банкомате. В банкомате мы реализовали технологии личного кабинета. Это же ответ для бабушек, которые еще не научились, или по какой-то причине не хотят, или не могут пользоваться интернетом, а вот у нее привычка в банк ходить. Так вот у нас бабушки активные пользователи наших банкоматов. Когда в прошлом году поднялись ставки за коммунальную оплату коммунальных услуг, у нас они в банкоматной сети остались достаточно низкими. И вот в те 10 дней, когда платятся за коммунальные услуги, вы увидите в наших отделениях очередь бабушек, которые стоят к этим банкоматам и уже научились ими активно пользоваться. А вы помогаете какого-то специального инструктора? У нас стоят инструкторы, специальные инструкторы, когда запускали эту услугу, стоят у нас в разных отделениях и учат бабушек и дедушек платить в банкоматах за коммунальные услуги, поскольку им это дешевле. Ничего не раздражаются они? Ну, период был в принципе, обучение какое-то приходило, очередь наоборот у нас появлялись устройства самообслуживания, но сейчас именно услуга эта пользуется популярностью. В результате что? Мы разгружаем отделения. Люди, которые должны продавать, они могут уже продавать, они так загружены простыми операциями, мелкими микроплатежами, которые вы сказали. Вот вы сказали ключевую фразу, да, продавать, то есть работа человека, вот живого человека, здесь можно быть сосредоточена на обслуживании клиента в том смысле, что разъяснять, объяснять, предлагать новые продукты, там, да, отвечать на какие-то вопросы. А не то, что вот это вот бумажки, так сказать, карты. Ну что, да, человек приносит квиток, человек стоит, пишет этот квиток, да, потом операционист его перебивает, там, да, человек стоит, ждет. А тут мы, во-первых, вывели людей, которым не нужны, допустим, сложные продукты в зону самообслуживания, другим мы дали возможность в режиме 24 на 7 управлять своими продуктами, даже не привязываясь к компьютеру, то есть он подошел к банкомату, попал в личный кабинет в зоне самообслуживания, стоит банкомат, как обычно. Ну, внутри банка. Ну, внутри банка, в отделении банка, в зоне 24 на 7, стоит устройство самообслуживания, будь то киоск или банкомат, вы авторизовались по карте, вы совершаете операции, подключаетесь к услугам, делаете переводы между счетами. Самый простой пример, наглядный, как правило, зарплатный клиент что делает? Он снимает свои наличные, которые... И тут же идет платить, например, за коммуналку. Еще лучше, он идет в банк и кладет деньги в депозит. Зачем это делать теперь, если есть личный кабинет? Вы просто эти деньги перевели на свой депозитный счет, и вам не нужно никуда ходить. Для банка какая экономия? Мы не тратимся просто на инкассацию, это самое главное, поскольку инкассация достаточно затратная составляющая для банка. Еще хороший пример, вы правильно сказали про эту машинку, которая принимает деньги. Мы сделали инкассацию для корпоративных клиентов. Для клиента достаточно удобно. Обычно как проходит инкассация корпоративного клиента? Корпоративный клиент, это, например, магазин, да? Магазин. Он получил выручку, он посчитал эти деньги, приехал в кассу, сдал в кассу. В кассе существует пересчет. Мы пересчитали деньги на следующие сутки, деньги после пересчета зачислены на счет. Если это через устройство самообслуживания, он авторизовался по корпоративной карте, он внес эти деньги, собственно, в устройство самообслуживания, через полторы минуты у него деньги на текущую счету. Но говоря, таких же терминалов самообслуживания можно ставить и в сами точки продаж, чтобы они даже не выезжали в банк, а там же уже падали. Сейчас мы поговорим, сейчас прервемся, на небольшой перерыв. Но именно такая технология существует. Дорогие друзья, посмотрите рекламу, и мы продолжим. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Бизнес и банки» с Еленой Бурмаровой и Василием Богдановым. Это мы. А у нас в гостях Оксана Смирнова-Крель, вице-президент и руководитель блока информационных технологий «Банка Москвы». Банк Москвы – один из крупнейших универсальных банков России, предоставляет диверсифицированный спектр финансовых услуг. Обслуживает более 100 тысяч корпоративных, крупнейшие отраслевые предприятия среднего и малого бизнеса и более 9 миллионов частных клиентов. В регионах России работает 240 подразделений банка, в Москве и области действует 140 офисов. Услуги населению оказывают 474 почтово-банковских отделений столичного региона. В сеть «Банка Москвы» входят 4 дочерних банка на Украине, в Республике Беларусь, Эстонии, Сербии. Представительства действуют во Франкфурте, на Майне, в Германии. Банк Москвы имеет процессинговый центр, выпущено более 13 миллионов пластиковых карт. Международные рейтинговые агентства подтверждают высокую надежность «Банка Москвы». Мы как раз основились на том, что магазин или какое-то другое предприятие, которое сдает выручку в банк, кладет себе на счет, может приехать и сделать это в режиме самообслуживания. И как раз я хотел задать вопрос, а как это? То есть это что, приезжать с мешком денег и вот стоит, значит, по одной бумажке туда запихивает или как оно? Что оно с ними? Ну, во-первых, эта услуга предназначена для мелких предприятий, небольших, чья выручка за день может составлять где-то 500-600 тысяч рублей максимум. Соответственно, устройство, которое мы предлагаем для инкассации корпоративных клиентов автоматическое, оно принимает до 450 купюр за один приемник. То есть он пачечку, которую там у себя в магазине уже все посчитали, сложили, сразу кладет? Абсолютно правильно. То есть фактически с этой пачечкой он приезжает, кладет в купюроприемник всю эту пачечку. Котлета такую. Авторизовался. И эти деньги у него зачислены на счет. На Западе очень популярная услуга, могу сказать. Они ставят такие устройства в крупных бизнес-центрах, где, собственно, и торговых центрах, где масса маленьких предприятий, маленьких магазинчиков. Супер. И вместо того, чтобы, собственно, ездить в банк, маленькие магазинчики тут же инкассируются. Слушайте, это вообще в масштабах экономики, это инновация. Потому что теперь в торговом центре может быть 100 арендодателей. Каждый из них 100 автомобилей. Потратить 100 часов времени там, да. Вместо этого они все пошли в одно место, у себя сдали. Самое главное для магазина, поступление денег на счет, насколько я понимаю, это мгновенно, моментально. И безопасно, да. Инконституционная машина приехала, броневик, забрали, так сказать, все. Абсолютно. Супер. Потому что ведь не во всех, наверное, супермаркетах, не во всех еще магазинах стоят такие. Ну, кстати, это же вы за собственный счет делают банки, да? Ну, то, что мы говорим, я говорю о нашей инфраструктуре, абсолютно правильно. То есть, ну, здесь это как из банкоматной сети, все очень просто. Это вопрос экономического обоснования. То есть, имеет или не имеет смысл. То есть, допустим, вот у нас услуга показала свое право на жизнь, потому что там через 2-3 месяца после запуска было выпущено около 20 тысяч корпоративных карт. Вроде бы, кажется, сумма карт небольшая, при большой той эмиссии, которая в целом существует для банка. Но мы говорим о корпоративных картах, выпущенных для небольших юридических лиц, в рамках, собственно, отделения, которое обслуживает там определенную территорию. И это вот такой хороший показатель. А с точки зрения масштабирования, это вопрос всегда экономической эффективности, безусловно. А вот вы в самом начале сказали про компенсионные услуги. Вот давайте я еще раз все-таки уточню. Значит, правильно ли я понимаю, что, в принципе, любой банк может подсоединиться, ну, вот, не говоря даже, может быть, конкретно про Банк Москвы, да, там. Вот есть крупный банк, да, обладающий некой инфраструктурой. И он, по сути, что, небольшие банки присоединяются к этой инфраструктуре или как? Ну, есть несколько путей, собственно, оказания, допустим, таких сервисов, как платежи. Переводы для своих клиентов. На рынке сформировалось несколько компаний, которые занимаются так называемой агрегацией платежей. А. Например, Эликснет, да, Киберплат, Киви, мы все их знаем. Как правило, допустим, для того, чтобы предоставить такие услуги в своей сети самообслуживания или в своем дистанционном банке, банки заключают договор с этими компаниями для того, чтобы клиенты могли оплачивать услуги. Банки имеют некий свой комиссионный доход, которыми с ними делятся провайдеры или агрегаторы данных платежей. Ну, а клиенты получают просто, прежде всего, удобство. Да, да, да. Конечно. Хорошо. И раз мы тогда перешли к клиентам, давайте вот мы вторую часть поговорим. Вот как с помощью информационных технологий сделать удобные продукты для клиента. То есть, ну, и в том числе, вот как вот все, о чем вы сейчас говорили, да, это и для клиента хорошо. Меньше очередь там, да, ну, не надо общаться. Очень многие люди, кстати, не любят просто вот, ну, общаться, выглядеть дураком. Он встал перед терминалом. Вот если он дурак, то никто об этом не знает. Там, да, тыкает пальцем, пока не научится. Так же написано. Да, да и написано. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения маркетинга, можно ли, например, с помощью информационных технологий анализировать движение денежных средств там на счету клиента, его покупки, строить его модель, ну, как потребителя, да, делать ему какие-то целевые предложения там и так далее? Безусловно. И могу... Сейчас еще добавлю. То есть, снизить затраты на рекламу и маркетинг. То есть, по большому счету, в идеале перестать делать там растяжки и рекламу, чтобы приходить к нам в банк за кредитом, а просто своим там, ну, вот, посмотри, у тебя там миллион клиентов, да, или там сто тысяч клиентов. И ты можешь выделить сегмент, этим предложить это, и они с высокой степенью вероятности это купят. То есть, как вы выстроите эти отношения? Я могу сказать, что, наверное, говорить о том, чтобы в растяжке исчезли совершенно и мы ничего не рекламировали, было бы неправильно. Ну, новых клиентов, конечно, надо привлекать. Просто деньги, которые затрачены на рекламу, должны быть эффективно использованы, и те клиенты, которых банк однажды привлекся на обслуживание, должны остаться клиентом, но ему нужно предложить что-то еще. Крусселинг, апселинг, так называемый. Абсолютно правильно. И, в принципе, для этого существует уже на рынке достаточно, не только на российском, но и на международном банковском рынке, масса технологий на это нацелена. Существуют такие системы, допустим, управления клиентскими отношениями, управления маркетинговыми компаниями с клиентами. Примеры, допустим... Типа CRM-системы? Не совсем. CRM-система – это как составляющая общего комплекса. В этой увязке, наверное, нужно рассматривать три системы. Это естественное хранилище данных, которое должно быть у банка, где собраны данные о клиентских транзакциях, операциях, данных клиентов. Аналитическая система. Аналитическая система маркетинговая, где строятся так называемые поведенческие модели и проводится анализ. И CRM-система, которая, собственно, общается с клиентом, или некие системы делим банкинга. Этим пользуются не только банки, между прочим. Этим пользуется очень активно телекоммуникационный компаний. Абсолютно правильно. Этим занимается технология абсолютно одна и та же. Анализируются клиентские данные, строятся поведенческие модели. На основании поведенческих моделей определяются, какие продукты можно предложить. На основании имеющихся данных производится так называемый прескоринг. И можно уже клиенту продавать какие-то кредитные продукты. В первую часть очень хорошие конкретные примеры привели. А вот здесь можно привести примеры каких-то таких решений, как предложили какой-то продукт, кого-то проанализировали? Самое простое, допустим, мы анализируем поведение клиента с точки зрения, как он пользуется картами. Если он даже пользуется дебетовой картой, в каких магазинах совершает покупки? Дебетовая, значит, предоплаченная. Дебетовая карта, большинство наших карт, это карты, привязанные счету, на котором есть всегда остаток. Кредитная карта, это деньги банка, фактически, которые я в конце определенного периода должен ему вернуть, погасить. Фактически клиент пользуется картой, мы смотрим, какие совершает покупки, в каком объеме, в каких магазинах, какое количество денег к нему приходит на счет. Что это позволяет нам посмотреть? Это позволяет нам посмотреть его кредитоспособность абсолютно, где он чаще всего интересы предположить. То есть мы сразу можем предложить, какой кредитный лимит ему можно предложить, потому что мы наверняка будем уверены, что деньги вернутся. Какую карту ему предложить, в зависимости от того, где он пользуется. Потому что, допустим, по карте Gold MasterCard будет в такой-то сети количество скидок, по карте Visa в другой сети, она в партнерские отношения. Либо программа лояльности, ему будет интересно, вот с таким клиентом можно продать такую капренд-карту ему. Именно вот такой анализ поведения клиента позволяет ему предложить правильный продукт. Слушайте, а если, например, он в автосервисе при ремонте своего автомобиля или обслуживании при ТО расплачивается картой, то банк видит, сколько лет его автомобилю, в каком он состоянии. И пока там, пока дремлет, так сказать, пока автосалон, так сказать, спит и не ловит мышей, банк ему может предложить кредит. Автокредит? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А дальше уже существует технология на карте с клиентами. Уважаемый Петр Иванович, мы знаем, что вашему автомобилю вчера исполнилось 5 лет. Он говорит, опа, откуда они знают, что у него полетел там задний мост, да, и предлагаю вам кредит на покупку нового автомобиля. А, думает Петр Иванович, ужас. Ну, может быть, не совсем так, но идея абсолютно такая. Именно таким же образом работает и телекоммуникационный оператор. То есть все системы построения взаимоотношений с клиентами, в принципе, абсолютно одинаковые. То есть в данном случае нужно уметь работать с клиентскими данными, чтобы правильно подбирать клиентское предложение. И, естественно, здесь мы говорим всегда о кросс-селинге банковских продуктов против одного однажды проданного. Вы, вот когда говорили мы про внутреннюю часть, привели прямо хорошие примеры, насколько можно было сэкономить. Было 42 человека, стало 26 там, да? А вот здесь, то есть существуют какие-то оценки, существуют ли методологии оценки эффективности инвестиций вот в эти IT-решения? Ведь ту же самую CRM-систему купить, аналитическую систему купить, тоже деньги, да? Безусловно. Надо как-то понять же, да, оно окупилось, а не больше стали там кредитов брать или что? Когда в Банке Москвы принималось решение о выборе системы управления маркетинговыми компаниями, мы посетили несколько банков, в частности, вот ездили в Чешско-Спарительный банк, кто покупал аналогичную нам систему. Так вот, у них продажи выросли практически в 20 раз после года эксплуатации этой системы. То есть не на 20%, в 20 раз? В 20 раз. Это было удивительно услышать такую статистику, то есть было интересно. Мы запускаем сейчас нашу систему в октябре этого года, это будет первый релиз. Что вы даете в 20 раз? Ну, мы будем работать сначала с некредитными продуктами, поскольку мы учимся работать с данной системой. Во-вторых, банк, мы знаем, находится на пути определения своей розничной стратегии. Построение уже дальнейших компаний, позиционирование продуктов будет зависеть от того, какая будет определена окончательная стратегия работы Банка Москвы. Тем не менее, да, у нас такой инструментарий тоже внедряется, и мы говорим не просто об использовании такого инструментария, а о дальнейшем развитии этого направления. Допустим, банк ВТБ-24, который входит в группу ВТБ, в которую входим теперь и мы, у них существует возможность персонифицированного предложения для клиентов уже на устройство самообслуживания. Собственно, анализируя клиентские данные. Я вставил свою карту, и она уже говорит мне, здравствуйте, Василий Борисович. Потому что до того, как вы вставили свою карту, Василий Борисович, проанализировали вашу историю покупок и всего остального, и посмотрели, какое вам можно сделать предложение о продаже какого продукта. Именно это предложение вы получите на своем экране. Они, собственно, запускали для этого из компаний. Очень известны, собственно, именно первый, кто внедрил такую систему в Россию, был русский стандарт, для того, чтобы быстро повысить продажи кредитных карт и автокредитов. И, собственно, они окупили свои инвестиции достаточно немало, и более чем, менее чем за год, которые они вложили в эту систему. Хотя они выбрали одну из самых дорогих систем на тех, что существует. Да. Последний, наверное, такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что при этом еще и частично решается проблема обучения персонала? Потому что все-таки, когда ты вводишь новые продукты, одно из вот ключевых проблем, это же ты сначала должен научить большое количество людей их продавать. А если мы внедряем такую систему, то она, в общем, многие вещи делает сама, да? Или нет? Ну, что касается обучения персонала, собственно, здесь, наверное, нужно говорить по-другому. Существуют современные технологии, допустим, телепрезенсы и так далее, которые позволяют экономить затраты на обучение персонала, особенно находящихся в регионах. Тем не менее, персонал новым продуктам, технологиям продаж всегда нужно учить. То есть одно другое не исключает. Ну, это важно, да. Это было важно сказать, что, конечно, автоматизированные продукты сами по себе, конечно, никаких продаж не совершают. Такую информацию ты несешь в эту... Да, важно построить модель, важно придумать предложение, запрограммировать, как это говорят альфишники. Потому что человеческие, да? Если запрограммировать хаос, получится запрограммированный хаос. Точно. Абсолютно правильно. Поэтому, конечно, люди важны. И пришло время пожелать что-нибудь нашим телезрителям. Я хочу пожелать телезрителям не бояться пользоваться банковскими услугами, даже тем всем современным, которые сейчас представлены на рынке. Банки прикладывают все усилия, чтобы не только был широкий спектр этих услуг, но чтобы они были защищенными и безопасными. Так что приглашаем вас в банк воспользоваться теми продуктами, которые у нас есть. Да, это ценно. Спасибо. И у нас в гостях была Оксана Смирнова-Крель. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова